МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучшие из них вы узнаете сегодня в программе СИЮН «Зов сердца». Ешь больше, проживешь дольше, любили говорить наши предки. В этот день хозяюшки готовили много вкусной еды. Ведь было принято есть не просто много, а чрезмерно много. В общем, обиддаться, чтобы, согласно преданию, довольствоваться изобилием весь год. А самое главное угощение на столе – это поросенок. И должно было быть очень много колбас. А наши предки садили детишек в этот день под стол и заставляли их хрюкать. И опять же угощали их ломтиками свинины. Все это делалось для того, чтобы год был хлебосольным, хлебородным, хорошим, успешным. А еще варили Васильеву кашу. За полночь брала из амбара большуха баба, старшая в доме, крупу. А помощницы приносили воду. Ставили и ту, и другую рядом на стол, сами отходили поодаль. Как растопится печь, так приспело время кашу затирать. Садилась вся семья за столом, только большуха стояла, размешивала кашу и причитала. У меня квашня по избе пошла Давай, 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 да У меня квашня по избе пошла Вот так, вот так, вот так, так Вот и так, и вот так По избе пошла, до дверей дошла, вот и так, вот и так. Ну что, мои деточки, что сегодня делали? Молодцы. Я же новую рубаху себе мама сшила. Какая ты умница, разумница. Ведь говорят, кто Василий в день новую рубаху оденет, весь год будет красиво одет. Да нет, у меня это от баската красиво. Вы у меня девицы-красавицы. Вам-то еще и рано замуж-то, а вот тебе, умница-красавица, пора уже, пора. Пора, да. Пора. Сегодня погадаем. Хорошо. А заканчивала хозяйка притч, так брала горшок с кашей со стола. И тогда все члены семьи вставали. Время водворять кашу в печь. Пойдем маленько даже. Пойдем в печень. Надеюсь, кашка-то получится. Масляная. 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 Варится с Богом. То есть год тогда будем счастливы, да? Да, да, да. Пока ждали гостю кашу, коротали время за прибаутками, играми и веселыми песнями. А когда поспела Васильева каша, то наблюдали за ней. Полон горшок добру. Треснет горшок, не обойтись хозяйству без ущерба. А вылезет каша из гнезда, ждать беды всему дому. Ой, маменька, каша-то какая хорошая получилась. Смотри, каунда. Весь год у нас будет кашу. Кашки, да. Лежит такая, у меня умница-красавица. Вообще, боже мой. Если счастливые приметы съедали кашу дочиста, а худые вместе с горшком выбрасывали в прорубь. Василий вечер был околдован магией первого дня. Считалось, что наденешь новую рубаху в канун Нового года, круглый год будешь славно одет. В некоторых селениях до сих пор сохранился такой обряд. В ночь под Старый Новый год сжигает свою старую одежду и сразу же одевает новую. Это символизирует начало новой, лучшей жизни. В народных поверьях с праздником Васильева дня связано немало примет. Не следовало в этот день произносить слово «тринадцать». 14 января нельзя было считать мелочь, иначе весь год будете лить слезы. На Василий вечер нельзя ничего давать в долг, иначе весь год в долгах проведешь. Гололедица на Василий в день быть весне затяжной и холодной. А еще на Василий в день устраивали посиделки с песнями, танцами и, конечно, душевными разговорами. Сестрица, маменька, а говорят ведь правда, что сны на Василий в ночь сбываются. Сбываются, князь. А мне сегодня страшный сон приснился. Ты, наоборот, Любушка, думай, это будет хорошему. Да, обязательно хорошее случится. Ничего плохого не думай. Так как будто, знаете, уснула я в древучем лесу. Сплю, сплю. И как вдруг. Иной раз на посиделке вырывалась целая вата конечести. Парни любили наряжаться в белые длинные рубахи, вывернутые тулупы, надевать изготовленные загодя страшные маски и в таком виде с шумом и гиком заскакивать в избу и пугать девушек. Когда первый из пуг проходил, девушки, конечно же, знавшие о возможности прихода подобных гостей, начинали обороняться и выгонять нечистую силу, поскольку игра носила не только веселый и развлекательный характер, но имела и магический смысл. Выгнав из дома нечисть, пусть ряженые были уверены, что обезопасили наступающий год, расчистили дорогу к приближающемуся новому году. Ряженые не очень долго сопротивлялись и под радостные крики победители отступали в сене или на улицу и тут же разоблачались. Любимыми масками ряженых в большинстве регионов был медведь, ломающийся, показывающий, как баба, ходит по воду, как девушки глядятся в зеркало, как ребятишки воруют чужой горох. Девки и парни навечали должны бляд гадать, кого изображают ряженые. Кто это? Кто это? Откуда ты явилась? Бабка гофра за водой идет. Вот точно, точно, точно. Мила. Так, то есть непонятно. Так это точно, так это ж Аниська, Иванку ждет в зеркало смотрится. Не обходился вечер, конечно, без хороводов и поцелуйных игр. Дорогой, дорогой поцелуй, я твоя красавица. Это я, та самая. Хедот, ты что ли? Ах, ты ж, блин, блин. Конь полоный. Какой нежный. Любавушка. Ты ли? А она самая. Со всем азартом молодости, собравшиеся на посиделках, играли в молчанку. По команде раз, два, три, все парни и девушки должны были хранить самое серьезное молчание. Не выдержавшие молчание считались проигравшими. Раз, два, три. Кто конем хочет стать, заржи. Какие только задания не придумывала молодежь. А давайте, давайте. Может, пусть уголь ест? Свечу пусть. Нет. О, я придумал. А давай ты съешь соленый блин. Ой, соленый блин я знаю. А потом еще бабку Маланью старую поцелуешь, а? Исполнение штрафов за нарушенное молчание производилось по всей строгости уговора. Давай, не целуйся. Давай, давай, давай. Молодец. Поцеловал, поцеловал. Девки на Руси очень ждали этого дня. Ведь считалось, что загадает девица красная под Василия, все спудится. А что сбудется, не минуется. И хотя гадать можно было на протяжении всего святочного периода, все же самыми верными считались гадания на Васильев вечер. Одно из самых популярных гаданий – гадание на суженого. Берем четыре стакана, наполовину заполненные водой. В один кладем соль, в другой сахар, в третий опускаем кольцо, а в четвертой ничего не кладем. Гадающая должна не глядя выбрать один из стаканов. Как сладко! Значит, весь год будет сладко жить. Теперь я. Подожди. Так. Готова? Давай. Кольцо! Ай, какая красота! Если незамужняя девушка вытягивала в этот вечер кольцо, жених обязательно являлся. А еще в деревнях красавицы снимали с левой ноги валенок и бросали его за ворота, наблюдая при этом, куда башмак ляжет носком. В какую сторону ляжет носок, в той стороне жених и живет. Вот такие они традиции и обычаи Васильева дня. Соблюдать их или нет – дело каждого. Но то, что они пришли к нам через столько поколений, наверное, стоит задуматься. Это была программа «Сиензов сердца». Встретимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»